Наконец-то мы с вами соединились. Я уже все ваши посмотрел, проанализировал по 200 раз все ваши разговоры с Лапкиным, с Сергеем Караевым, по-моему, как там фамилия была. Интересно все, с которым Гул приятал. Ну, Карик Сергеев. А потом с этим, который вы называете там, как же вы его назвали-то? Пятидесятником, что ли? Он чисто левиц, мудист, а вы его пятидесятником, если что. Да мне все равно, кто он, он сам себя. Он же назвался, я пятидесятник. Пятидесятник. Но у них Вера, в общем, он не первый в роду, у него там поколение, в третьем поколении пятидесятник. Но у них вот так вера, видимо, трансформировалась, и они, видимо, соединили иудейскую вот эту веру с их пятидесятник. Вот это ближе. Они на языках молятся и иудут мошаха. Угу. Смотрел я там одно выступление тоже. А, ну, кстати, оно, по-моему, у вас там есть, где обличают это, их, эти все, так, изыскания, там, отношения языков, трактований. Так что смех клоуна расплошная. Этого всего в первых веках, когда была благодатья Господней, Христос обещал своим первым апостолам. У них это было. А дальше, вот если вы изучали историю освоения, там, полиглотов, все, которые есть, да, в том числе те, которые богословы. Вот они, Николай Японский приехал в Японию, за три года освоил, а Господь ему дал. Потом Иннокентий китайский, который китайскую грамоту освоил, и потом у него китайцы приезжали с других наречий, которые жили в других областях, изучали, брали за основу его разработки у русского, нашего, значит, Иннокентия, священника, и брали эту разработанную им грамоту китайскую. Он же многие изучал в наличии, поэтому количество героев увеличилось. Там, вы понимаете, да, другая раскладка по звукам. И они у него изучали, то есть через него изучали другие области, через него изучали свой же китайский язык, других наречий в других областях. Да, потому что Богом то, что дается, оно дается избранным некоторым. Для этого было показано это все. Назвался я Пятидесятники, уже так точно на всех языках. Такого не бывает. Слабки давно общались. Я не общаюсь уже пять месяцев, это вот, мне тут третий день отпустило. У меня пять месяцев, у меня вообще легал не было голоса. Ну, пять-четыре. Да. В общем, сейчас не до философии великих. Я понял. А что касается... Я готов говорить почему. Вы любуйте. Я более привык, нечего страшного. А что касается струи, вы будете пробовать-то, если я там попытаюсь достать? Или вам вообще на спирту то, что не... Не, за счет этого даже я не буду. Я понял. Я уже, если честно, вот лежу пятнадцать лет, да. Я говорю, а люди-то у нас, люди-то отзывчивые. Людей, вы знаете, сколько мне пишут? Там массы, десятки людей и все со своими рецептами. Я говорю, да вы проб... Ко мне обращайтесь. Я уже на пятнадцать лет столько изучил всякой вот этой медицины и всего народного, что я сам дал такие рекомендации и совет. Я уже на себе все перепробую, все что можно. Последние вот пять лет я ничего... Ну так, если антибиотики, если что-то необходимое. Допустим, там какие-нибудь кровотечения у меня начинаются серьезные. Или что-то такое, ну, чтобы абсцессы не было. А так ничем, никакими лекарствами. Вот пятнадцать лет, допустим, у меня вся семья болеет гриппом, да. Вот люди ходят и заболевают на две-три недели. Ну, а меня не берет, понимаете. Вокруг ходят, все чихают, кашляют. Господь так управляет, а Он знает. Потому что, если мне заболеть гриппом, вот, я не умею кашлять. То есть у меня мышцы анаболисты и анаболисты, то есть разъебатели и въебатели. Вот, то есть у меня вдох хорошо работает, а выдох у меня нет. То есть мышцы аттракированы на выдох. И у меня, если мокрота легких появится, то я и задохну, и захлебнусь ею. Господь, как сказал, вкусите, якобы благо человека любит. Вот я на Нем и вкушаю, насколько Он нас любит. Просто упование на Него, оно решает все вопросы в жизни. Это точно. Даже нельзя и сомневаться ни в чем. Потому что Он нас создал, и Он всеми нами управляет. Всем телом, всем дыханием, всей жизнью нашей. На всех уровнях, на всех, я не знаю, на каждой молекулы. Я даже в этом не играю, не вовсе. Я тоже Вам много рассказал, но, как говорится, боюсь, знаете, как это говорится. России благодать, что ли, и дать врагу-завистнику лучше для того, чтобы я разметал все это дело. Вас он не тронит. Потому что меня вот иногда это доказывает. Как только немножко задумаюсь, замечтаюсь, так раз и на место ставить. Я же всем говорю, а мне люди не верят. С самого начала, практически, как Леха. Через пять лет я стал говорить, да и меня приходят, жалеют. Я говорю, да и не меня жалеете, я Вас жалею. Насколько Вы бедные люди, насколько Вас искушение, вот эта пагуба на Вас давит ежедневно. А мне еще, мне ничего не надо в этой жизни. Мне Господь все дает. Вы меня сильно очень поддержали, вдохновили. Потому что где-то я сомневался в чем-то, когда вот увидел Вас, пообщался. Ну, в смысле, посмотрел Ваши другие общения. Как Вы общаетесь, там свою дочку рассказываете. Знаете, ну, скажем так, вот действительно мы больные. Мы, когда не болеем, мы уже больные. Потому что мы начинаем жаловаться на какие-то обстоятельства, выдуманные со собой, своим самолюбием затронутые. Начинаем выдумывать трудности какие-то. Нет трудности. Вот Вы правильно говорите. Посмотри на меня. Вот ты до того знаешь, где трудности. Вы когда правильно говорите. Вот посмотри на меня. Истина святая. Вот поэтому, нет, это все действительно от лукавых выдумок. От великого самолюбия городыни. Все это на пасти, как говорится. Я вспоминаю, многие рассказывают, я смотрю, мало кто читает Святых Отцов. Пил по-чаевски, отвалилось мясо в кости. Он молился, он не перестал молиться. Как многие афонские старцы. Я отечественник Афонский купил. Посмотрел на нас. Ну, может быть, потому что наш не встречал. Поэтому Афонский был как-то ближе, не знаю. Ну, и там вещи почерпал. Потом наш тоже от святых отцов почитал. Да, люди раньше в свое время не обращали. Да, Иосиф Володский почему-то не слышал у вас. Ну, может быть, не смотрели, не заглядывали. Иосиф Володский для меня, скажем так, это этап исторический. Не только в святых отцов, в житии правильного. Именно исторический этап по его противостоянию польской ереси. То, что называлось удовольствующим. Привношение ереси, которую они принесли сюда. Потом же, когда при Иване Грозном, помните, да. То есть, было нашествие сюда. Оно так и не прекратилось. То есть, отбили физически, а все это дальше продолжалось. И продолжалось до тех пор, пока не смогли развалить в революционные годы. Это вечная война. Мы только просто думаем, что вот она, если она физическая, значит это война. А если ее физически нет, то это уже нет войны. Есть, она всегда есть. Спрашивали раньше, а я вот недавно к чему пришел. Вот задают такой вопрос, ну как тебе удается, да, вот без робота переносить. Ну, инвалидов, вот в частности, много писали, звонили. Вот, ну расскажи, поделись опытом. А я не знал, откуда взять ответ на вопрос. Вот, а недавно я понял. А нам надо просто научиться смерти не бояться. Так как ее раньше люди не боялись. Люди ходили, вот опять же возьмем воины, да. Люди бились на мечах, вот сейчас вот представить, да. Поставить двух стрелков вот такие, которые на километрах друг в друга стреляют, на ножах вот так биться. Ну, кто на такую войну пойдет? Никто. А раньше это норма была, потому что люди правильно относились к смерти. Вот. А сейчас смерть, ты что? Меня один пишет в этом ВКонтакте. Ты что, ты что тебе говоришь, серьезно, что ты так вот говоришь, собрался умирающим? А у человека в голове даже не может уместиться. Как это можно о смерти подумать? Это же невообразимо, это и не владеет в голову. Это и есть разрушение того самосознания, которое было у русского христианина, у российского, ну, русского, у славянина, у христианина, который правильно относился, вы знаете, правильно относился к смерти. Да, ну, и на основании этого он правильно строил свою жизнь. Потому что именно правильное отношение к смерти, оно, соответственно, требует тебе строить жизнь свою правильно. Для того, чтобы не бояться смерти, надо прийти безгрешным к ней. То есть, имеется в виду, по максимуму жить правильно, чтобы не бояться ее. Почему человек боится смерти? С кучей грехов предстать перед Богом? Душа, конечно, боится. Душа будет свести. А если человек не боится греха, значит, он неверующий. Вот этого и добились они. Поэтому и смерти боятся. Не Бога боятся, а просто боятся помирить. Боятся прекратить вот это существование свое. Разница в общем. Акценты поменяли, перенесли их из того, что называется жизнью вечной, душевной. Духовной, душевной, перенесли, интересной. Я не устаю каждый раз от ролики. Я стараюсь донести как бы людям понимание о смерти. Ну, я знаю, что, допустим, сейчас операций у меня много таких серьезных было. И так вообще опыт был такой. Вот. И мне хочется донести вот это. А человек, он не в реалии понимает вот это вот, о чем я говорю. То есть о смерти, он как бы это метафорически принимает, что я там хочу умереть. Ну, не такой. Да я однажды у Игнатика Щелапкина услышал еще сколько лет, пять лет назад. Он мне такой тезис был раньше, он говорил сейчас, что перестал говорить. Людей надо научить болеть и умирать. Вот. Особенно сегодняшних людей. Болеют все. Все болеют абсолютно. А болеть никто не умеет. Да. Болеть никто не умеет. Ныть начинается уже. Ну, что же делать? Такова какая-то сегодня уже постановка этого всего дела. Видите? Мне кажется, Сергей, что у нас нету прогресса, развития нету. Знаете, вот как в свое время сейчас я все думал, а к чему мы пришли в результате-то? Все-таки больше семидесяти лет застоя абсолютного, да? А потом прорыв великий, да? Сейчас и строят храмы, там, и заводят куполы и все такое. А прогресса-то нету. А идет какое-то, наоборот, торможение. Вот. Разговор идет о количестве храмов, а о внутреннем каком-то прогрессе разговоров вообще нету. Говорится о нравственном, а не говорится о духовном. Говорится много там, ну, о политике. Вот. Хотя никто другого не смиряет. Вы смотрели тот же фильм «Расков»? Ну, я его в раз десять смотрел. Хорошо. Показано, сказано, да? Вы знаете, там, настолько точно, я не знаю, как автор это все успел ловить, но настолько точно все это отображено. То есть, я иногда вот анализировал некоторые детали даже, да? даже высказывания от патриарха Тихона в то время, да, который играет артист. Вот как он высказывает, в какой манере, и что он говорит, и как он говорит. Вот. Я почитал историю, опять-таки вернулся там к святым отцам, посмотрел. Я был поражен, насколько вот это точное отображение той самой гордыни. Я создаю храм, я за свои деньги построил тот, я вот создал того, помните, когда его изгнали? Он рассказывает о недостроенном Ново-Иерусалимском храме, который вот на… ну, под Истрой. Вы поняли, да? О чем речь? Вот. И он говорит, это от себя. Человек, который стрел за свои деньги, и так далее, и так далее, понимаете, да? То есть, он отошел от тех духовных вещей, которым был призван и предназначен в служение своему. Не надо, конечно, обсуждать, тем более обсуждать и осуждать, не дай Бог, чтобы не подумали. Я просто говорю, насколько тонко был уловлен историческим моментом. И Господний Зяевус, как говорится, там тоже вот все так пошло, это там, наверное, на перекосе. А потом по вакууму, по всем показателям, святой. То есть, особенно вот, когда перед тем, как его сжигают, помните, да? А сам-то он через недельку-то и тоже приставится. А ты откуда, говорит, знаешь, отец? А поживешь, говорит, 15 лет в яме, и ты будешь знать. Я думаю, тогда начиналось уже веяние Европы. А к Петру-то как раз правление Петрову и все развернулось, распахнуло на окно Европы. Греки, греки внесли много вот этой трансформации. Да, греки там достаточно тоже. Но это уже было, как это, перед расколом было, ну, то есть, вернее, после раскола 1562 года, да, попросково с церковью, с Кастазинопльской церковью. Ну, греки тогда уже прошли в обнищение. Вот. И с удовольствием принимали от русского государя все, что он, как говорится, им творил. Вот. Ну, и говорили то, что хотел слышать, к сожалению. Ну, это, как говорится, уже история прошедшая, а я вот сейчас хотел несколько с вами о будущем. То есть, вы помните, когда Игорь Тихонович говорил, что вот если хотим, чтобы было хотя бы начать жить правильно, надо вот, значит, с того, с того, с того, с того, да, то есть убрать торговлю, там, и так далее, и так далее. Определиться соглашенными, вот, не стесняясь, вот, ничего не пренебрегая ничем, никакими правилами. Вот. Соблюдать строго постановление собора. Ну, этого нет, а если этого нет, значит, и прогресса не будет. Это же очевидная вещь. Ну, он как, с чего он начинает? Принцип вообще, если начинать действовать, так то точка отправления. Надо разделить сначала, вот, допустим, на приходах разделить людей, да. Вот, выделить, ну, я не знаю, может, это так вот, конечно, грубо так сказать, духовных и плотских людей. То есть, понять, кто, зачем приходит, с какой целью. Я вот с батюшком не говорю, со священниками, вот. Говорю, допустим, ну, а почему мало таких вот проповедей, там, о духовном, вот. А у них люди не поймут. До смерти, допустим, мало говорит. А он и ведет вот свои, как говорится, проповеди с расчетом, вот, на большинство, на массу людей, которые пришли поставить свечки и иконку поцеловать. Да, да, да. Он, как говорит, Геннадий Ильич, что надо выгнать всех, закрыть на замок храм, молиться, сколько там, три месяца, да, потом по одному допускать через катехизацию. Конечно, экзамены, экзамены проводить не все так. Возьми вот любую, любую секту, но там же все проходит вот через, именно через такую систему. Ну, видимо, видимо, это своего рода испытание, поэтому здесь никуда не денешься. Надо все это дело пройти нам всем. Ну, Господь, когда сказал, когда приду, найду веру на земле, да, о чем он говорил? Да, конечно, найдет веры, сколько будет он, сколько голов, сколько и вер будет, вот. Но он говорит о своей вере. А что за своя вера? Именно православная вера. И того его уже не будет на земле. А откуда ее здесь? Мы вот находим друг друга в интернете, вот. А спрашиваешь у любого человека, ну, рядом с тобой-то есть такие люди, вот, духовные, да, размышляющие вообще по духу. А люди одинокие, не находят подобных себе. Очень мало. Очень мало. На самом деле, очень мало. Очень мало. На самом деле, можно сказать, и не находишь. Вот только, как вы говорите, в правильной интернете. Вот. 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 В моей доле уже никого не останется. Нет. Сегодня телевидение, интернет и все остальное, и оно забило все, все желаемое, так называемый канал доступа. Вот. Вот. Когда это все заужено, уши закрыты, сердце закрыто тоже. Уши, глаза закрыты, иначе сердце будет закрыто. Информационность очень высокая, и она же черно-черная вся. Вот. Вот. Когда в свое время я был, ну, мелким, моя бабушка, слава Богу, вот, у нас телевизора не было, и я даже, можно сказать, это и хорошо, что не было. Но бабушка мне рассказывала некоторые вот вещи святых отцов, писания, историю Иисуса Христа, вот, все вот, как вот есть, как она понимала, знала. И это все западало в душу, что-то сложилось с семенем, да, вот, каким-то. Поэтому как-то оно может быть и проросло. А у кого этого нету, нету этих бабушек. Вот, сплошной телевизор и Макдональдс, что там будет. Ничего оно не вырастет. Господь часто называл вот тех ветхозаветных людей, плотских, он их называл плотиев, а не плотиев. Вот так сегодня и мы пришли к таким результатам. Сегодня плоти. Кругом мясо одно. Мясо пластик и стекло. Мясо питаем, мясо одеваем, мясо насыщаем. А души-то и нет. Поэтому души закрыты по большому счету. Очень мало кто открывает душу. Ну, хотя, может быть, тут тоже есть, как называется, двух концов. Души тоже по Серафиму Саровскому надо открывать только тому, кого ты, как бы, сердцем почувил, что можно это сделать. Вот. Но не всем. Я вот, например, ни по интернету, ни по телефону тоже все не буду говорить то, что думаю. Потому что у нас все это дело попадает через определенное сито. Вот. Поэтому все, возможно, не нужно говорить. Я заметил, как вы аккуратно достаточно общаетесь. Вас провоцируют, а вы уходите от этого. Подсознательно? Нет или нет? Ну, значит, так Бог велел. Вот. Вы это делаете правильно. Я считаю, что… Меня ругают за то, что я сам часто людей провоцирую. Ну, это что-то люди не понимают. Очень аккуратно в беседе. Это я точно уже знаю. Значит, люди что-то сами не понимают. Поэтому думают, что их провоцируют. Ни одной провокации с вашей стороны не видел нигде. Никогда. Вернее, не слышу. Вот. Ну, и не видел. Соответственно. А вы в Воронеже сами живете-то? Да. Воронеж. Я в свое время там… В десятом году. Там такой магазин есть. Большой Твой дом называется. Вот. Мы там его строили. Побывали там. Я не знаю. Я… Пятнадцать лет не был там нигде. Я уже не помню ни города, ни чего у меня в памяти. И все. Причем, вот как травма произошла, Господь вычистил весь… Весь мозг. То есть памяти о прошлом, вот. О грехах не осталось никакой. Вот. Друзья приходили раньше старые такие. Ну, с которыми раньше общался. Вот. Они что-то рассказывают. А помнишь что? А помнишь это? Ага. А я смеюсь на них, как будто они не мне рассказывают. Как будто это не я был. Но они уже, в принципе, перестали уже. Ко мне уже никто не ходит. Это так… Там… Ни родственники, никто не приходит. Ну, потому что знают, о чем со мной разговаривают. Со мной, кроме Бога, не о чем будешь поговорить. У меня все темы туда только переходят и все. И они боятся уже. А потому что чувствуют в этом обречение. Через Слово Божие. А не то, что я им говорю там, какие вы там плохие, неправильно живете. А само Слово их обречает. Да, да, да. Все правильно. Здесь мы с вами родственники изучим. Я выставил ВКонтакте, в Фейсбуке фотографию свою. В Одноклассных не стал выставлять. Ну, там у народа более такое… Ну, там… Кошечки, собачки, цветочки, пирожки всякие. Ну, а не стал выставлять. Я туда тоже сфотографировался. Наверное, на килограмм 10 или 15 потерял. То есть, ну, скелет такой обтянутый кожей. Людей, конечно, много отзывается. Там ВКонтакте прям в день десятки человек. И молятся, молятся люди. Мы будем молиться, все молятся. Вот. А мне уже неудобно. Неудобно, конечно, писать. Да я и вот сколько месяцев не мог писать, руки ослабли. Вот. А мне только хочется сказать для людей, ну, пожалуйста, не молитесь за здравия. Я не хочу. Ну, я уже реально все уже собрался. Ну, и в то же время Господа, знаю, что он… Как он делает для меня. Уже у меня болезни такие страшные были там. И эти самые… И абсцессы, и пилонефриты, и плевриты, и перитониты. А это все такие вот смертельные болезни. То есть из них невозможно… Ну, у людей, вот, допустим, был это плеврит, это отек легкого, да? Даже здоровые люди, получая вот такую болезнь, ну, большой процент не выживают. Вот. То есть мне вставили шланги в легкое. Три шланга вставили. Весь я крейсер «Аврора» называл. И вот у меня в сутки по два литра из легкого выходило. Вот. А потом уже настолько пошло там обострение, что целую неделю приезжали, через нос вставляли шланг и выкачивали меня. И гной, и воды, вот эта вот жидкость. Но вода собирается в легких. И все вытянул, вытянул меня и Господь из этой болезни. Также перитониты делали операцию у меня. Ну, неправильно на мочевые сделали операцию у меня. Моча разлилась во всю внутренность в организме. То есть заполнила все органы, вплоть до легких туда даже. Вот. Сделали операцию там у меня. Вот изогнаение пошло. То есть вытаскивали все кишки, пробовали их и назад вставляли. Вот. Она мне врач делала операцию. Она говорит, я иду на работу. Я не ожидал выйти, что ты живой. Поэтому сейчас зайду, скажем, в бархат везли. И опять же вот сейчас с этой болезнью здесь. Я говорю, господи, боли твоя, конечно. Я сделаю все, что от меня полагается. Может, действительно я людям еще должен. Много вообще пишут, что сколько пользы приносите. Конечно, Сергей, они нужны. Но на все воли Божьи. Если молиться, то только на то, чтобы он исполнил свою волю. А вам дал несколько облегчений, а не более. А когда уже он нас призовет, это его только воли. Не наши. Не наши желания никакие там. Вот. Ведь по большому счету нам ведь праведники даются тоже, для того, чтобы нам чему-то научиться. А если мы ничему не учимся, так нас и отбирают их. К сожалению, большому. За бестолковость нашу. Так лишают нас таких вот избранных, как вы. Я сравнил этот. Вот недавно. Паисий Святогорский тоже умирал. У него рак кишечный. Кишечника, по-моему, был. При кишечном раке страшные боли. Потому что там нервных окончаний много. Вот. И он рассказывает там. Монахи сильно кричал. Он тоже долго у него. Рак этот продолжался. Я же говорю. Тут хоть обезболивающие есть какие-то. А люди вот это все терпели. Это же мне не нравится невыносимым просто. И мне было одно. У меня одно желание. От боли избавиться просто. Настолько оно уже. Одолело. И днем, и ночью не проходит. Господи. Опыт же был умирания. Я из тела выходил. Вот. Ну. Недолго, правда. Ну. Просто. Побыли рядышками назад. Под потолком полетал и все. Я понял. То есть вас даже туда не. Нет. Далеко не приглашали. Я понял. Я смотрел. Послание с небес. Не знаю. Попадался там. Козырь. Козырь его по моему. Его фамилия. Автор. У нее целый там. Набор фильмов есть. Я видел. Ну. Там. Осетиночка. Женщина. Помните. Да. Из Осетии она. Осетия Алания. А. Это она Господа видела. Да. У нее на почке была операция. Я ее три раз смотрел. И только в третий раз. Как говорится. Увидел. Услышал. То что она сказала. Что ей было сказано. Трижды посмотрит твой фильм. И тогда западет кому надо в душу. А я вот это два раза смотрел. И не слышал даже. То что она это говорит. Представляете. Вот. Ну. Понимаете. Да. Женщина простая. Ей. Выгодно. Да. Естественно. А потом когда первый раз смотрел. Были какие-то подозрения. Второй раз уже когда. Когда уже немножко. Прошло время. Там полгода. Год лет. А третий раз еще через год. То есть. Грубо говоря. В течении двух с половиной лет. Я посмотрел его три раза. И вот понял. Действительно. Вот когда сам что-то начинаешь. Желаешь понять. И тебе еще вот это подкрепление идет. Тогда ты действительно это понимаешь сердце. Я уже третий раз смотрел. Как вот. Сам как будто. В этом состоянии. Побыл. А первый раз. Лукавый отворачивал. Ну ты что. Это придумка какая-то коммерческая. Типа того. Знаешь. Даже мысль была. Нехорошая. Да. Вот такие вещи. Нет. Есть конечно и. Сейчас много таких и выдумок. Рассказывают. Да нет. Безусловно. Да. Безусловно. Конечно. Я об этом не спорю. Знаете. Оно очень заметно и видно. Особенно человеку. Который. Как говорится. Если ты вот. Молишься. И желаешь это. Всем сердцем. Понять. И разумиться. То Господь тебе дает это все. Вот это не от гордыни говорится. А потому что оно на самом деле так есть. Ну. Обычно. Человек то что хочет. И то и видит. Но. Человек более. Менее духовный. Молящийся. Он. Ерес не воспринимает. Выдумки всякого рода. Они к нему не прилипают. Да. Господь его отворачивает. От этой радости. У меня весной тоже был такой опыт. Вот. В общем. Ничего. Никаких видений не было. А. Лежу в кровати. Не помню. Или в компьютере. Я что-то занимался там. И вдруг мне. Я замер. Вот. Видели как дети. Вот. Дети. Двух-трех лет там. Бежит. Бежит. Остановится. И смотрит. Вот так. Вот его. Отключают из этого мира. Вот. И со мной вот это то же самое произошло. Я раз. И отключился. И в потолок смотрю. И у меня вот такое чувство. Как будто вот в кокон какой-то попало. Как будто опутало. Вот такое чувство. И все. И вот. Я испытываю. Ну я не знаю как это назвать. Я назвал это самодостаточность. То есть я. Все. Все. Все у меня есть. Все. Все у меня в достатке. Все у меня хватает. Я ни в чем не нуждаюсь. И все. И у меня вот такое по телу. Рожделось тепло. Ну это. Секунд сорок. Наверное. Продолжалось. Я только лежал. И думал. Господи. Не забирай от меня это. Не забивай. Я могу вот так миллиард лет пролежать. В таком состоянии. Опять же. Раз секунд сорок прошло. Я вернулся. Фу. Думал. Что это было. Господь укрепляет вот такими вещами. Андрей Христа ради Еродиевой. В Костынтополе. Который жил. Вот. Он когда. Была у него такая вот. Несколько он. Упал в дом. Слухом. Что ли. Когда. Подойдя на мусорку. От него. Собака. Отбежала. Потому что. Он хотел. От нее прижаться. Погреться. Был очень сильный. Жуткий мороз. И. Вот. Ну. Замерзнуть бы мне. Быстрее. Даже. Такая. Быстрее. Вот. У него. Был. Такой. Сон. Такой. Когда он. Находится. Не в. Не в. Нестояние. Да. Вот. Об. О чем. В. 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 ожидает ну то есть как павла апостола вознесли его на небо и он не знал теле он не в теле и господь ему сказал что тебе еще надо послужить ему крепись еще послужишь еще послужить и он после этого конечно ободрился духом а то что видел действительно нельзя и лазом не предать то что видел не душу не телом и ухом не это невозможно я не то что видел я просто почувствовал на себе играли объяснить это состояние вот как как отцы говорят о господи дали что самодостаточен он ни в чем не нуждается вот то есть он ему не нужен ни никто ни друзья ни враги ни родители ни папы ни мамы то есть он сам все в себе вот он именно вот этим состоянием как бы показал это состояние возможно то что мы и будем испытывать если достигнем этого это это больше всех чувств на земле такого это это невозможно нереально все правильно ну всех призывает идти к этому отказаться всего идти за ним отказавшись от всего земного а вот опять же как понимать да что ты не хочешь сегодня понимать как возьми крест свой а где мой крест где вот где мой крест ну вот женой как у тебя отношения нормальные да не ловимся как собаки ну вот он твой крест возьми возьми его абсолютно точно серьезно потому что мы его бегаем креста постоянно бегаем желаем всего лучшего мирного тихо спокойно для себя услождающего в жизни и так далее то есть всего всего того что что противно по сути дела господа это есть крест выровнять стези и прийти к богу все вместе растите выровнять эти углы все хотелки свои убрать примириться с существующим положением это вот оно и есть крест я вот себя представляю вот сейчас бы если бы я не знаю дожил бы в прежнем состоянии каким я был я не знаю я не смог бы вот именно с руками с ногами я наверное не смог бы достичь того что я сейчас имею наверное 100 200 300 процентов там такая гордость была куда-то вот всякому каждому по-своему приводит у меня по-другому чуть было но вы знаете я вот подумал да вот если тебе там раньше там то-то-то-то-то-то и столько всяких возможностей если тебе эту возможность использовать септу не дай бог а вдруг пошло бы все хорошо был бы богатым был бы имел бы всего много я бы никогда в господа не пришел никогда потому что это сто процентов и правда если ты рассчитываешь на свое богатство ты никогда в господа не вспомнишь ты будешь наслаждаться тем что у тебя есть и все зачем тебе думать о господи надо суметь отказаться вот кто сумеет отказаться помните как христос призывает евангелие откажись от всего раздай все свое имущество иди за мной написано где богатство ваше там и сердце будет это не только богатство вопрошающего что мне делать чтобы обрести путь твой господи он говорит раздай свои имущества иди за мной и он отказался смутился и вернулся назад не говорю к тому что богатство не обязательно допустим в сокровищах драгоценности каких-то вот сегодня человек допустим умеет он имеет работу интересно ему нравится он увлечен этой работой да вот он полностью погружен в эту работу все сердце его прилеплено туда прилеплено уже с этим уже тяжело постичь чего-то да 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 или вообще земные какие-то там успехи да политика там тоже все пятьдесят это тоже гордыня это это как это назначение гордыни когда ты начинаешь иметь успех здесь ты самодовольством занимаешься уже там самодовольным становишься тем что ты достичь чего-то кого-то смог убедить кого-то где-то говорить можно даже где-то обмануть политика без обману принципа не бывает для такого мнения поэтому да вот я сейчас собирался там пообщаться в плане там будущих там выборов то все думал может быть заодно сменил вот деятельности сейчас подумал неправильно сказали еще раз что там где сердце ваше там будет и душа там где богатство ваше там и сердце будет ваше вот будешь думать о земном на земле останешься конечно как чуть мы о чем-то начинаем задуматься глубоко эту часть мы отрываем от господа то есть вот именно на него управляем на себя так точно не дай бог теперь я туда точно не пойду не стекает до конца да и ни к чему ни к чему в свете ни к чему в свете я спросил правде единственное что я заметил хотел с вами вот этим поделиться вот у вас конечно время наверно по другому несколько идет я заметил как оно у меня проносится насколько мгновенно проносится жизнь моя сейчас у вас и в это время думаю о чем можно забыть цикломе как не о душе молиться и просить Господа просить Господа чтобы горя его сбылась о чем еще можно забыть не только об этом надо заботиться только о душе о какой политике о будущем а если Господь сказал что приду как тать еще кто-то будет пахать на поре кто-то будет жениться кто-то будет разводиться а я уже буду здесь и будет незаметно поэтому бдите молитесь ждите вот а я все что-то там мечтаю и думаю о чем он думает мечтать и заберет так же внезапно но вот какой вопрос меня беспокоит ежели Бога нет то спрашивается кто же управляет жизнью человеческой да сам человека управляет виноват для того чтобы управлять нужно как-никак иметь точный план на некоторый более-менее приличный срок ну хотя бы лет на тысячу позвольте же вас спросить как же может управлять человек если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день и действительно вообразите себе что вы например начали управлять распоряжаться и другими собою вообще так сказать входить во вкус и вдруг вот вообще саркому легкого да саркома и вот ваше управление закончилось ничья судьба кроме вашей собственной вас более не интересует а родные вам начинают лгать вы чуя неладное бросаете к ученым врачам затем к шарлатанам бывает и к гадалкам как первое так и второе так и третье совершенно бессмысленно вы сами понимаете и все это кончается трагически тот кто недавно полагал что он чем-то управляет оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике и окружающие понимая что от лежащего более толку нет никакого сжигают его в печи да человек смертен с этим трудно спорить но дело в том что да человек смертен но это было бы еще пол беды плохо то что иногда он внезапно смертен вот в чем фокус ему дали абсолютно свободное движение он везде сегодня уже есть со своими этими со своей идеологией поэтому там люди вот выбирают то что вы говорите эвтаназию вот здоровый образ одни за эвтаназию другие за здоровый образ жизни а социальная их гигиена знаете что такое да когда стариков там это гигиена социальная гигиена по европейски это то что у нас тут скоро то же самое будет дожил до определенного возраста вот у тебя там дом престарелых а дом престарелых там ускоренное какое-то там проживание там несколько лет поживешь с особой диетой да да с особой диетой там а можно даже сам предложить тебе там легкую смерть лёгкую смерть лёгкую смерть какая господи лёгкая смерть ну вот ага я тоже в это верю и как бы писание отношу к этому моменту тоже что написано в откровении пока не будет взято от среды удерживающей это и дух святой конечно но это и в то же время ещё а Россия является удерживающей сегодня конечно конечно да православие только является удерживающей ещё потому что здесь что-то ещё от Бога терпится вот пусть у заблудших душах но есть пусть у тех храмов которые были разрушены но то что-то есть не во всех священниках но у многих вот а когда всё это отберётся у последних вот ты будешь самым удерживающим тогда вот это всё будет возрастёт до беспредела потому что нельзя сокрушить быстро когда начнёт попытаться сокрушать быстро это будет очевидно заметно тогда возможно и остаток сплотиться для того чтобы противостоять вот этого они больше боятся потому что когда мы сплачиваемся там не двое там и Господь между нами начни молиться сегодня Богу целенаправленно на то-то 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 воссоздаться Россия по молитвам ведь сейчас так никто не молится разобщенную идет молитва понимаете в храмах разобщенные молитвы коленопреклонной молитвы нету воюем со своими со славянами кстати я тоже свинец вы говорили там про родственников а я сам свинец родом оттуда ну да я родом оттуда ну большая часть живу в Москве поэтому призвался в двадцать лет это в восемнадцать так и здесь чистый я говорю русский чистый прям такой вот поэтому что когда молятся в церкви сейчас есть молитва о том чтобы вражду убрать чтобы там прекратить и так далее я всегда говорю я не понимаю почему не коленопреклонно молятся и почему не все вместе говорят аминь потому что это должно уходить одной молитвой одним голосом одним словом вверх через алтарь в космос вылетать тогда может что-то сдвинется как святые отцы молились неделю дочь шел месяц молились война прекращалась а тут с четырнадцатого года начали молиться и ничего не прекращается там конечно войны сейчас нету но грубо говоря и толку то никакого и развески никакого и понятия никакого нет я не говорю сейчас не обсуждаю практически не дай бог ну как же научиться научиться я думаю можно только с детства только с молоком матери привить можно вот страх божий и молитву а как как вот научиться и поэтому поэтому и нет есть же пастырь ну я имею ввиду что раньше люди они как бы рождались и видели вот эту молитву соборную все правильно абсолютно Сергей говорить потому что нигде не научиться ни у кого только у своего родителя это и правильно все здесь не обсуждается конечно милко учиться отобрали 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 для того чтобы разобщить разобщить и чтобы потом уничтожить все же правильно что все едино для чего это все творилось то и слава богу что они не все еще раздавили что в свое время Иосиф Вицарионович все это дело построил как монастырь и управлял как монастырь совет старцев и все остальное может поэтому и жила столько еще Россия а сейчас уже все в занавесе если бы это не просуществовало мы общаться в одну новую если бы мы еще были конечно конечно монастырь был самый настоящий в жительном монастырь все было одинаково все было поровно почитайте я до сих пор помню у нас висело на стенке где-то в кабинете какого-то учебного называется как же он назывался-то строитель коммунизма господи прости грешно ну не устава как-то моральный кодекс строитель коммунизма все господние заповеди перетрактованы значит под советский лад но я специально знал что делать он евреев заставлял работать одни каяться других работать ну не уничтожал их а заставлял работать кто-то каяться да пусть там в лагерях но вдруг с покаянием с нападкой пользу государству и многих то ну что делать таки времена таки времена над железным данностью да вот а дальнейшие истории показывают кто был настоящий иконоборец и враг и все остальное при ком больше хаму закрыто было и разумление пришло вот эта девица которая с иконкой танцевала с никогоем чудотворцем это же реальная история была даже фильм по нему был снят фильм до сих пор не показывает один раз показали и все в интернете есть есть да стояние Зои не как он называется ну да а снимали снимал этот фильм режиссер он ездил как раз туда это же происходило в Самаре вот и ездил туда режиссер и они расспрашивали вот людей оставшихся которые свидетели были в психиатрическую лечебницу где она вот эта вот Зоя пробыла последние годы разговаривали с врачами и со старыми которые застали ее ну вот и на эти чисто рассказы показаниях людей сделали фильм ну правдивый был это очень фильм кстати документы где-то в КГБ документы до сих пор засекречены вот об этом запрашивали и не дает разрешения не удивляйтесь ничего у нас многие вещи засекречены открыто никто не говорит что при Сталине в двадцать раз а то и по-моему меньше храмов снесли чем при Хрущеве никто же не скажет что никто же не скажет что у Хрущева была особая ненависть по условиям он ненавистник страшный больше ненавистник никто не скажет что Хрущева останавливался сам Юсиф Виссарионович по спискам на репрессии никто не скажет никто не скажет что он пришел с Кагановичем я еще некоторые вещи нашел в истории так что нам же много чего интересного есть который нам никто ничего не скажет потому что это очень целенаправленные вещи понимаете они творились в нашей истории случайно они идут целенаправленно и только с Божьей помощью все полностью ну как бы не сминается Господь дает полностью все уничтожить а племена так колеблит чтобы вы все-таки какое-то сознание умели и думали да думали а почему до конца это не сделали ведь можно было и церкви позакрывать и все значит что-то а в чьей помощи каким образом должны внимательными быть тогда все поймем чтобы видели врагов чтобы понимали кто стоял за кем зачем вот и так далее потому что все что делалось против Я и Христова оно делалось через людей цари убивались отравлялись вот Александр Третий Александр Рой Александр Третий видите молчат вроде как своей земле помер тоже отравили батюшку вот Александр Николай Второго уже достали просто ну вот там я знаю как его чисто эмоционально подоставали знали что он откроет военные действия поэтому не стали его уничтожать потому что были уверены что начнет войну а через войну вроде как и Россию саму разграбили и повернули другую сторону а все первые самые разрушения начались после февраля а в феврале знаете кто пришел власть знаете те кто уехал в Америку к своим родным близким поэтому все очень просто просто надо цепочку не прерывать смотреть смотря за ним все вот понятно ну самое вот удивительное раньше не предполагали и даже думать не могли верили друг другу на слово но сейчас мы что видим в интернете возьми допустим того же Бжезинского там большая шаховная доска или там эти самые но есть там еще какие-то книжки в которых было расписано еще я не знаю 15 лет по-моему назад описывали разрушение России да ну казалось бы возьми самое самое яркое это иступление Алана Далеса после войны да ну поэтому ну куда уж тут ближе это самый что на есть первостепенный план после Великой Отечественной войны и насколько какая держится скинуть это в народ да чтобы народ знал и причем видел это все и исполнял это по указке да дело в том что я не знаю не знаю не знаю не знаю дело в том что знать вот как бывает когда закрыто общество а общество было закрыто специально лежали на голодном пайке чтобы потом дать какие-то периоды для того чтобы полностью заглотились они и заглотились открыто дают для того чтобы неприязнь произошла да нам врут неужели американцы такие гады понимаете вот до такой степени они же такие джинсы классные они же такая музыка клевая такие журналы яркие ну как они могут быть таким противными вот поэтому здесь идеология была завязана как бы вот на отрицании то есть до такой степени когда делается все тайно воспринимается это четко ну понятно когда добывается это тяжело и когда выкладывается порционально в нужные русла и так далее регулируется все государственными органами тогда понимаешь что да действительно идет темная работа ну для того чтобы людей сделать управляемых надо сделать привыкаемыми вот мы сейчас к этому всему уже привыкли то есть народ поколение привыкло к владежь а когда привыкли к постоянному компьютере вот к этим к этой пище значит они будут абсолютно проблем им не нужно будет какие-то специальные какие-то законы того сего пятого десятого все будет легко насколько насколько все лукаво устроено и мы не сможем предъявить допустим на суде мы не сможем сказать что у нас сатана мы сами это выбрали он предложил а мы выбрали все правильно все правильно все правильно а ведь и сказано что не каждому дано будет понять и разобраться не всякий разберется в этом вот видите в чем этот вопрос а если разобраться то уже по этому пути не иди и других как говорится наверное тоже надо это остерегать от этого будет ну вот а как самое главное как это практически невозможно тот кто идет по этому пути я боюсь в том же не не это рассчитано просто на следующее поколение наше поколение вымрет а то поколение даже если будут какие-то единицы то их подавит моментально да вот тебе и план поэтому да наша действительно земля обитована видимо не здесь вот поэтому я тоже как и вы по большому счету жду их не дождусь а где вот остаток время провести как лучше сделать вот я и сейчас думаю больше всего вот какой я для себя я тоже раньше думал все искал какие-то места думаю а еще искать Господь он все на него положится в этом деле тоже и все он управит не надо ничего там не складировать ни продукты никакие собирать я же говорю вот за крома делают люди собирают а ну мародеры придут и за эти продукты и еще убьют возьмут конечно все что находим все это от нас не от Бога потому что Господь очень редко совпадает решение Господа редко совпадает с нашими решениями все наоборот он делается с нашими желаниями да мы от себя желаем это сто процентов и никогда не ждем я вот все вычитывал святых отцов долготерпение то есть терпение понятно а что такое долготерпение это то чего у нас редко редко у кого есть это только высокодуховных людей вот такого как вы помните был святитель Филипп вот был призван с Соловецкого монастыря Иваном Грозным был поставлен патриархом помните да все его все и которого потом его не звергли где-то монастырь тот я забыл как назвался монастырь там как бы доживал на покое а его Малюта Скурату все таки достал ну Иван Грозный не мог успокоиться дух же не успокаивается то есть вот они как и отлучили его уже нету противоречия его ни от кого патриарх уже как бы молчит в будущем монастыре а дух не успокоен сатана то не дает спокойствие и вот Малюта Скурата его там и удушил Филипп Царство Небесное и я все от долготерпения так вот человек будучи патриархом терпел сколько всех поношений да от татар от всех предслужников от его этой всей этой опричины а монастыре знал что он уже знал он уже ждал что к нему придут удушить его когда Малюта пришел он говорит делай свое дело как вот Христос говорит делай свое дело делай зачем пришел что распрашиваешь о здоровье на девах вот и он вот зная все это он долго терпел зная вот именно что заключается в долготерпении зная то что тебя ждет ты долго терпишь вот поэтому это только не у всех это есть мы народ уже все не такой слабый народ нам Господь даже не попустит вот таких вещей нам как вот о чем начинали говорить научиться хотя бы болезни свои терпеть это тоже кто-то говорил что в последние времена будут люди спасаться скорбями и болезнями через болезнь научись не терпеть эти скорби сколько онкологии сколько рак возрастает с каждым годом все больше и больше это милость милость Божия чем больше греха возрастает тем больше спасательный спасательный круг Господь кидает поиски святогорец говорил что через онкологию сколько людей о рай приобрели как только найдут лекарства из лечения значит знаете что закончится милость Божья что милость Божья закончится когда найдут лекарства от рака ну да найдут не зря не зря что же есть предсказание что есть и жизнь не то что вечная а долгую придумают какую-то жизнь от вас я слышал что сделают клонирование органов всякого рода наращивание приращивание что люди будут как роботы будут ждать смерти не смогут но не найдут это скорее всего того что будет искусственно удлинять жизнь а уже это делают в этом лабораториях разрабатывают еще пока не дали этому ну как бы ход а в Европе уже много об этом говорят то есть искусственно выращивать проверку печи почки контролируемое население это тоже одна из программ количество количество контролируемое население вот потому что учу человека надо вот расти маленького вырастить надо учить чему-то а раба надо же его просто поддерживать что он работал тогда уже при вас не нужен будет никакой правильно а те кто будут руководить золотом миллиард тебе просто надо продлевать жизнь да все правильно поэтому на этом жизнь должна остановиться будете иметь нежезновение я не сомневаюсь молите везде вы мне где будете молите вы мне нежезновение вы скорее всего будете иметь пред Господом всего вам наилучшего Богом будет самим Богом немец небес нежели тариф не меня дат это еще это